начало трансляции должно начинаться с арбуза я сегодня делаю торт арбуз и это не метафора это настоящий настоящий арбуз сложены в виде торта вы наверняка видели такие штуки я видела в пинтересте видела и в роликах видела и на ю тубе видела и мне захотелось повторить это необыкновенное счастье сейчас я уже не сильно рада этому процессу потому что внимание на экран дорогие друзья все в арбузе корок столько что можно сдохнуть просто обрезка в море она течет это просто катастрофа это просто не это это жесть и ужас самый что нижний ярус я хотела сделать ну я видимо и сделаю трехъярусный нижний ярус уже должен быть достаточно большой чтобы он нормально смотрелся такие такой арбуз еще хрен найдешь и хрен дотащишь в итоге это 14 килограмм нет 15 килограмм арбуза я его уже почистил почистила и в любом случае я вот и делаю делаю просто для красоты а вообще как бы родилась идея давайте 5 секунд пока мы собираемся родилась идея в мой день рождения у меня был недавно для тех кто смотрит меня в записи 23 июля ни на что ни на мига короче 23 июля у меня был день рождения и я такая думаю блин нам бы что-то поготовить а готовить и не охота жара у нас стоит сумасшедшая вот но вот такой прохладный арбуз который будет смотреться прикольно ярко и замечательно было бы хорошо кстати я же забыла представиться меня зовут патракова ольга мы с вами в прямом эфире vk а также скорее всего вы меня смотрите где-то в записи это может быть youtube привет youtube это может быть дзен это может быть одноклассники может быть где-то еще какая-то площадка образовалась у нас с вами на дворе 24 год 2024 приколист 3000 24 будет 4000 24 будет живо человечество не знаю почему такими вопросами озаботилась внезапно и я делаю торт арбуз и еще раз это не метафора это арбуз на арбузе арбузом погоняет жесть первая проблема с которой мы сталкиваемся конечно же это найти правильные арбузы вчера я заказывала просто в магазине написала сделайте мне пожалуйста три арбуза один большой два маленьких мне прислали что херен не прислали мне прислали три одинаковых арбуза поэтому сегодня меня моя любимая аня заказывала просто тупо большой арбуз вот и мужик то есть вот он был вот такой этот арбуз так не честно так не видно его размер так кажется это просто арбуз товарищем больше моей головы вот я рядом то есть он прям вообще катастрофа он просто какой-то гранди он прям как-то бешеного размера до 2 это его почистить я два почистила 3 сейчас буду чистить при вас потом сложить из них гору ну и соответственно мне сейчас гора из ягод который я купил этот я репетировала как она будет примерно лежать вот да потому что это надо еще украсить зачем не спрашивайте меня я тоже сейчас думаю на эту мысль аль вот чё тебе пробило на херню такой не знаю хочется хочется фоточку такую хочется сделать хочется как не знаю выпендриться и чем а еще знаете что нашла подставку нашла еще вот такую штуку на нее будет складывать спил дерево вот и на нее будем складывать эту всю гору да и типа тут арбузная фигня такая будет огромная класс 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 да и первое с чем мы сами давайте делать то что делать тут нам много чего делать первое с чем это почистить арбуз вот потом надо будет ему придать форму блин более-менее на арпа похожую на торт вот и потом уже сложить друг на друга помните что она скользкая она катается нужны палочки и потом будем украшать честно сказать мне сложно представить вот как она на арбузе будет держаться ну то есть я конечно понимаю как она должна держаться подпорка подпорка и держится вот так же помните что у нас есть еще флористическая проволока ей можно еще держать она скобочкой такой делается и утапливается вот я такой декор типа на арбузе на арбузе будет фруктовый декор красота девушка с персиками девушка с виноградом просто красота просто песня купила виноград темный красный клубника купила смородина не считается черешни в черешни крепить как таки каждую ягодку буш крепить замучаешься клубника большая только подойдет маленькую тоже крепить будет тяжеловато и купила еще инжир думаю не подойдет так съем я люблю инжир кстати вот да опасности итак первая опасность это горы мусора горы я прям вам не не утрирую сейчас это прям горы это прям килотонны этих шкурок второе она течет вот этот большой арбуз который на 15 килограмм вот он стоит он же сочный он почему большой он переспел как бы немножко да он огромный из него влаги выделяется тьма поэтому если делать и такую штуку на праздник надо прям подготовиться как-то как-то что-то как-то подготовиться он течь будет скорее всего то есть он не сильно коникер не критично но течет прям течет поэтому надо быть готовыми и это надо как-то не знаю ставить что ничего до приготовления кстати достаточно я думаю что простое я думаю что этим справится хоть кто в любом виде ну вот сейчас я чуть-чуть выберу и пойдем так и наша задача почистить третий ярус еще вот чтобы вы посмотрели как никто не показывает как чистить арбуз а это принципе достаточно сложно сейчас давай малыш подвинься или катастрофа это достаточно сложно то есть это такая большая процедура и так вот у нас есть еще один ярус это типа средний должен быть первое что я рекомендую сделать это сделать наметку то есть нам же нужно ровно его обрезать хорошо если вы понимаете какого какой высоты должны быть ярусы я например не очень понимаю какой высоты должны быть яс и поэтому я примерно намечаю на самой гладкой поверхности примерно намечаю как я думаю она будет я думаю что где-то вот такой высоты наверно мне будут явцы будут дальше смотрю по линейке сколько это будет в сантиметрах вот у меня 16 сантиметров получилось понятно осторожненько двигаюсь и делаю такие же зарубки понятно по всей 16 сантиметров нам надо с вами 16 сантиметров понятно да идея то есть такие как бы отметки оставляем у него вот по этой смотрю примерно единичка сюда-сюда вот примерно так так примерно так так чтобы у нас ну все равно править придется конечно чтобы хотя бы не отрезать лишнего не отрезать много не отрезать ой извиняюсь не отрезать слишком мало чтобы примерно отрезать более-менее одинаково вот потому что я конечно посмотрела как люди украшают но там украшают там просто показывает как красиво все получается целом мастер-классы о том как все красиво ну как бы приятно смотреть но они очень не информативны то есть ты не понимаешь что красиво еще как у вас так получилось как она все так держится тоже вопрос и у меня вопрос как будут на арбузе держаться тяжелые ягоды например тот же виноград серьезно вам скажу мне прям не очень понятно пока что сейчас сделаем что я пойму конечно но но пока не очень и вот у меня криво то есть мне не сошлось кстати между прочим криво получился так дальше как с бисквитом аккуратненько надрезаем аккуратненько надрезаем и аккуратненько прорезаем также вдоль туда большим ножом да и по цвету они тоже разные два розовых один красный раз и сюда то есть вот у нас два яруса будут получается розовые да а вот этот нижняя красный по правде цвет на что разный цвет наверно пока не видно но в общем в целом видно что он прям разный я сфотографирую меня кажется будет красиво а вам лучше или из одной партии как-то брать арбузы до или одного какого-то производителя или сорта одного потому что разница живую прям большая вот вишу прям белый вот дальше чистим таким образом ставим я счищаю сначала одну половину как будто бы я уж третий арбуз счищу конечно видите какими уверенными движениями да уже прям можно есть кстати один запасной еще арбуз мало ли прям все арбузу будут нет вот это прям совсем белый арбуз даже не знаю есть ли смысл вообще его чистить кстати да он прям совсем видите белый белый вот как он будет смотреться мне кажется не очень давайте проверим нас еще один арбуз есть запасной его проверим какой он будет но в общем не доверяйте покупку арбуза непонятно кому так экспресс методика это мы просто надрезаем сначала один бог и смотрим какой там на срезе и касса лучше мне так кажется по крайней сейчас вот да этот лучше ага все берем этот тогда такой тоже более-менее красный какой у нас будет с вами ярус то непонятно дальше отмеряем сколько там было 16 сантиметров 16 сантиметров да и кстати по поводу запасной арбуз запасной арбуз еще вам нужно ну и еще лучше если конечно вы покупаете арбузы самостоятельно вот да не доверяете это дело кому-либо ну блин мне тащить три арбуза я думаю я помру поэтому я вот решила все-таки доверить магазину это не не видите не самая лучшая идея получилось ну а что делать как говорится вот из трех арбузов получается из четырех арбузов один был так окей делаем надрез согласно меткам дорогой мой давай давай справишься и дальше просто прорезаем вот как иногда бисквит так прорезают по кругу больше 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 так дорогие друзья кто у нас останется до конца эфира пожалуйста скоординируйте остальных участников по поводу того что мы готовим потому что абсолютно точно сейчас заходить спрашивать что мы делаем что мы готовы чтобы был кто-то кто отвечает пока я с арбузами мучаюсь есть кто кто будет отвечать скажите мне пожалуйста потом нафоткаться с арбузами да типа обложка будет у меня там непонятно за арбузами там в астрахани слушай астрахани еще мне доехать до астрахани так конечно танюш за арбузами был так чистим арбуз и так еще раз сначала чистим половину верхнюю да то есть вот так не обрезайте абсолютно точно как-нибудь не так обрежете потом арбузы же они все немножко у нас как сказать то выпуклые до кругленькие потом переворачиваем его чистить вторую половину я предупреждала что будет много мусора это все очень мусорная такая штука и он мне еще овальный этот арбуз но этот надо будет третий слушай ярус я думаю сейчас посмотрим я видела еще тоже за рубежом из очень большого длинного арбуза делают они ну как бы три яруса ну честно говоря с трудом представляю как можно из большого арбуза три яруса сделать ну в общем примерно так так это идет сюда это и так как хорошо что у меня большому вам не видно какая у меня короче огромнейшую игру мусорка и такое счастье что и чуть-чуть прибираемся смотрим что у нас получилось нас 1 2 и 3 эти два одинаковые это большой так начинаем тогда с большого сейчас мы все это немножко уберем все наши половиночки вот эти половиночки идут на выброс на выброс это сюда эти сейчас 5 секунд очки прямой эфир он как бы чем неудобен что очень много каких-то таких вспомогательных моментов приходится делать прямо на эфире и деваться то по честному некуда приходится и делать что в противном случае стол заканчивается так смотрим на них смотрим на них нет все таки этот наверно второй ярус а это третий ярус не такое ощущение ну начинаем мы с нижнего яруса вот нижний ярус это вот этот потом на нем будет этот и на нем вот этот и такая большая херня у нас будет так все давайте подрезаем под наш размер итак первое я бы убрала высоту что это многовато кладем на бочок блин как тебе на бочок положить а ну блин василий вот и убираем там где меньше здесь наверное убираем этот еще блин прям такой нежный нежный все не дочистила немножко давай малыш ты справишься вот и чуть-чуть прям подрезаем по как бисквитики не ожидать крутим или прорезаем крутим и прорезаем есть куда мы будем торт складываем торт арбуз ведро у нас есть господи такой размер все большое арбузик вот уже получше но мне кажется криво да криво хорошо с этой стороны тоже подрежем же до чем так подрежем по линейке можно врезать нужно по линейке резать до нужно по линейке по линейке резать это сколько у меня получилось тоже 16 короче по 16 сантиметров у меня получилось подождите как удобнее так по честному уровень может уровень час не мужики сиска что ли уровень 16 если есть уровень кстати мне кажется это прям выход из положения то что по правде еще непонятно сколько высота на вот вот пробуем все это самое сложное по правде мне кажется это вот придание арбузу какой-то нужной формы твой нож круглая вообще сложную форму какую-то придавать кстати возиться прикольно наш пахнет еще так классно вот я кстати вот смотрю на видео понимаю что да похоже что это большая ягода узнать это что арбуз это не фрукт это типа ягода и вот так ну что я сейчас отойду посмотрю мне кажется ну почти ровно и теперь нам надо этому придать круглую форму так вот чик чик да будем делать чик чик будем делать маскировка да 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 маскировка так и поехали ровно вниз и образ это ровно вниз вспоминаем скульпторские навыки ровно вниз капец еще можно конечно если есть форма можно формой продавить мне все арбуз не продавишь формой так по-честному вот кажется слишком твердо чтобы его как-то продавить вообще что у нас ну можно например сверху да как бы отметить я взяла такую штучку да чтоб мало ли захочется ничего того отметить ну у нас он почти круглой формы есть в принципе ну вот можно на листочку сделать вот так наметку типа сделала мусор неподъемное ведро поехали это самое сложное мне кажется ничего сложнее уже арбуз самое четко вниз четко вниз сейчас ну все вот это я и буду себе повторять чтоб не забывать так вот так прошло четыре часа оля резала блин торт вот все таки все вся страна наблюдала получилось ли у нее резать торт ровно или она косорукая ну когда как кстати конечно я пока тут торты вообще делаю я конечно поровней как-то стало но в целом есть мне кажется некая косору пусть такая капец прикольно получается торт получается вроде да на вид в камере я на видео смотрю что получает туда к вам смотрю вроде бы прикольно что там наташа пишет интересно посмотрите как вам такой закажут так дальше смотрю что у меня получается кривенький конечно то есть хочется сюда как сделать мне нужен нож пилка потому что это дарит не очень как бы эстетично но шпилка чая делаю смотрите сейчас у меня немножко расширяется к низу вот вам не очень видно но он реально расширяется и мне надо получается вниз делать вот я вот так вот сбоку буду смотреть его поправлять понятно так вот чтобы у нас по бокам смотрелся хорошо вот так вот чтобы он не расширялся и тут я разберу инструмент вот этот ножик пилочку вот прям видно отлично лично лично он вы знаете кстати уже на торт похоже уже как того даже я кручу ну какой-то такой более-менее нормальная прикол в том что в принципе не обязательно ему прям сильно делать круглый вот он сейчас все равно с такими гранями но в целом ощущение есть да что он круглый ну плюс-минус сейчас не все напишут нет ощущения оля чё ты себе придумала ну в общем у меня есть доходи так у меня есть ощущение что он круглый конечно ты ну я в смысле ты весь по локоть в варбузе все варбузе все течет но вот и смотрим куда на бачок мы смотрим что бок видно четко вот он круглый или не круглый ну смысле прямой или не прямой круглый конечно не видно но в целом видно типа такого в целом мне кажется я в принципе справилась и так первый ярус готов дорогие друзья на стол пока не смотрим пока я приберу и так я могу сказать что из торта в 14 килограмм из торта из арбузов 14 килограмм торт диаметр 21 немного высота 15 получилось но немного казалось быть больше утром был он с туловище со мной размером наверно и сразу же мы его ставим на место чтобы он нам уже не мучиться не мешал место куда бы вот сюда мы установим смотрим зима он течет течет прямо наставим ровненько и вот сюда сейчас положу тряпочку ну салфетку да чтоб он как-то более-менее ну слушай жизнерабостно смотрится да жизнеутверждающий мне нравится прикольно смотрится прикольно мне кажется как-то необычная штука вот сейчас сюда положу салфетку он тихонечко здесь впитывал главу что конечно мокрый весь вот и мы с вами должна сделать еще получается два яруса я так надеюсь что остальные пойдут побыстрее потому что не меньше а значит и делать их надо ну то сидел легче я не думаю что будет столько влаги и вообще не думаю что столько жидкости будет но жидкости прям капец 21 итак какие у нас размеры с вами к торту 20 если у нас нижний ярус 21 сантиметр следующий ярус сколько такая хорошая разница кто у нас знает образовательная минутка давайте раз уж мы тут все равно с вами про торты нормальные размеры правильно 16 17 это разница то есть хорошо если у нас разница по краям больше двух сантиметров то есть хотя бы 3 а 3 это значит от 21 надо уже отнять 6 это будет 15 ну то есть там плюс-минус да вот понятно что у нас торт не торт вот понятно что он будет прям сильно вытянутый вот но до хорошая разница 2 сантиметра прям вот 22 это уже 4 хорошая разница 46 сантиметров прямо нормально раньше делали вообще 8 врач торты близки более плоские да не знаю живете столько я просто столько лет торты делают то что не намекаю вы не в курсе поэтому я-то знаю ну вот ладно здесь кто-то понимает что-то ирония 18 16 да все верно вот смотрим наш малыш у нас просто следующее смотрите видите он вон вытянутый не круглый раз и вот такой есть еще не круглый 2 по высоте лучше кстати если они одинаковые ну то есть если у вас все торты будут получать 15 сантиметров ну да вы меньше то есть самый нижний самый большой здесь у меня почти 15 здесь тоже почти 15 мне кажется вот этот все таки как-то ширину вот так поставить то есть не так поставить а вот так поставить его мне кажется будет ок давайте попробуем вот уже подрезать немножко сначала подрезаю вверх то переверну подрежу вторую сторону получается так вот раз-два и тоже меряем делаем наметку сделаем у нас пусть получится тогда получается ну вот 14 получается мне сантиметров 14-14 что реально уровня не хватает знать так знаете такого прям который светится прям правда мне кажется прям очень очень большой получается какой-то ладно окей попробуем его подровнять так жалко кстати срезать вот это все но я в торта кстати не знаю как у вас есть такой момент тоже что в какой-то момент привыкаешь что торт это не еда что ли до какой-то момент художественного творчества что-то больше про искусства чем про еду сейчас это прям четко чувствуется это вообще не про поесть товарищи это про красоту так ну вот что такое у нас получился тортик почти все беленькое выбрасываем не плачете вот смотрю на него сбоку какой-то у нас малыш кривой каш на малыш что сказать кривой но сейчас подровняем по максимуму сколько получится здесь ок здесь ок здесь ок здесь чуть-чуть мне кажется моя задача сейчас сделать анфас нормальный ну плюс-минус вроде как нормально на видео на вас огромный по правде маленький вообще прям реально маленький то есть 16 сантиметров а вот поехали не буду таскать камеру так посмотрим поехали уложим его нам для того чтобы он держался и не скользит скользят то есть торт на торте если мало ли что-то там двинется или что-то у вас поедет сразу мы вставляем палочки все как обычно в принципе никаких сложностей нет даже если они чуть-чуть схватиться уже будет хорошо вот и задача только прямо теперь его поставить они как обычно на вот чтобы он как-то ровно встал вообще так смотрите ровно непонятно ну вроде как ровно как там на фото видно что нибудь большая такая красная штука ну где нас будет перед здесь у нас будет перед вот здесь у нас будет перед и краса здесь высоковато здесь ниже равнять уже не буду и так вы кажется может расстроитесь но ровнять уже не буду видно что там вот туда дальше сюда меньше чуть-чуть подвинем типа типа ок и палочки у меня короткие они достанет так хорошо и получается самый маленький такой нам нужен самый маленький тортик еще меньше чем 16 сантиметров получается где-то 12 нас это маленькая формочка и поэтому сейчас вы будете смотреть как я безудержно кромсаю 3 вот да первое что я сделаю то я высоту у него уберу и стой с другой стороны удобнее так у нас есть переворачиваю уж тяжелое еще все вот перевернули соответственно здесь наверно еще чуть поменьше нам надо сделать вот 12 у нас будет высота вот чем меньше сделать сейчас посмотрим ага прорезаем вот да и тоже обрезаем но нам нужно формочку нам конечно отметку сделать 12 сантиметров совсем маленькая формочка это правда мне кажется все мои пусечные смотрите 12 мне кажется совсем крохотно ну хотя нормально чуть побольше да вот сделать чем она и варса нормально будет чуть пошли на чем вот это чуть пошли чем вот это сделать хорошо то есть вот так и чуть побольше плюс сантиметр давай помечу себе вот так плюс пол сантиметра и тоже не сразу режем а с запасиком с небольшим чтобы потом если что можно было подровнять да и чтобы нож куда-то соскочит тоже чтобы критичного ничего не произошло так это уже надо вот это вкусно вот это вкусно так это сюда сюда спросите меня кто это будет есть все слава богу у меня здесь есть большой офис рядом это большой офис отнесу что такое количество арбузов карточки не знаю куда их девать такое большое количество арбузов так поехали ну и пусечка наш такой маленький ну вроде как получается да смотрим еще чуть-чуть подрезать здесь надо вот здесь и вот здесь еще косточки мешают что многое обрезала вот читай как будет торт это здесь ой торта арбуза то почти не осталось так ну что дорогие друзья надо выковырять семечки семечки плохо смотрится кстати чуть-чуть аккуратненько поковыряем вот вы задаетесь целью а не грязный ли у меня стол нет не грязный кстати я умыла спиртом протираюсь еще но если кому интересно сейчас многие задаются вопросом типа что-то на столе болтается между стол кондитерским это вообще больше еще нет коробки сюда не ставлю ничего не ставлю ну вот и чтобы было нормально можно было тут еду развозюкивать тесто какой-нибудь там например размазывать ну вот то я спиртом протираю прям воду спиртом протираю так ну что вроде как более-менее не такой пятнистый стал погнали все отрезала все что могла отрезала погнали устанавливаем да вот это к вам лицом устанавливается нормально да то что как торт вот я рекомендую сейчас все таки удобно как я приняла что ты его сначала ставишь а потом папки вставляешь вот так абсолютно точно этого твоего звук увидите сбоку то видно что укрепой царям не надо сбоку смотреть вот да то прям назад как будто падает ну не падает вот тут просто так вот закреплю что же делать то конструкция не сказать что очень кстати крепкая вообще не сказать да и вот у нас с вами перед образовался вот такой перед вот перед там где короче эта штучка нормально смотрится нормально смотрится красный бархат арбузный да и так дорогие друзья мы сделали с вами половину работы дальше у нас переезжает камера да чуть-чуть к нам поближе вот я тут потом и наверное вот так мы будем и так видно же нам видно же все видно что тут видно еще всякую фигню видно ну в общем как вы разберетесь и так что у нас есть у нас с вами есть декор я рекомендую по декору короче соблюдать правила разного размера разнообразия что это значит чтобы у нас да были элементы разного размера разной формы разного чего разной текстуры может быть это я беру припишись и несу вот для того чтобы торт смотрелся как бы максимально богато что ли вот так вот да чаще всего трехъярусные торты украшают вот такой волной да она может вот так волной идти тыщ тыщ могут кустами такими украшать да могут сверху быть какая-то верхушка у нас верхушки нет из того что я смотрела у ананаса иногда отдирает верхушку сюда делают такой типа хвост но в ближайших магазинах ананаса не нашла заморачиваться не стала честно вам скажу вот сахар свой сваришь варенье куда мне варенье блин я худею вот мы будем делать волну то есть по сути это как бы вот идет вот сюда идет и вот сюда отсюда сюда как бы должна дойти волна но не прямой линией а волнистой мы особо за волнистой сейчас переживать не будем потому что у нас естественные элементы которые и так будут смотреться как бы не ровно что ли они не прямые но если вы делаете например из каких-то других материалов ну чуть-чуть же надо пользу вам какой-то дать я тебе что-нибудь полезное расскажу вот то надо эту волну прям придать вот понятно то есть она обычно идет сюда сюда и сюда то есть как бы вот волнами такими раз здесь может быть верхушка может не быть верхушки итак я обычно начинаю снизу как ни странно вот чуть-чуть разверну к себе нашу замечательную волну и вот по поводу крепежа что я переживала как это будет у нас все укрепиться понятия не имею вообще как бы на палочках ну какие палочки должны держать вот эту штуку например понятие ну то есть мне сложно бы представить вот то есть это как-то вот так я себе вижу понятно да вот так потом сюда и сюда вот как-то так я себе это вижу вот так ну или внизу например эту штуку вот сюда уже положить но все равно ее крепить как-то же надо вот да или обрезать вот эти все ветки по чуть-чуть их делать загадка не знаю честно сейчас будем думать итак что у меня есть еще есть тоненькая такая маленькая штучка вот ее мы попробуем сделать наверх чем будет сделать не знаю у нас есть вот эти штуки давай ими попробуем да то есть по идее оно должно держаться потому что оно на нем как бы висит ну в идеале то да раз два с двух сторон сделала типа висит знаешь что у меня есть я же нашла такие штуки прикольные потому что они нам понадобятся когда-то мы делали сладкий стоп у меня остались такие как они называются а может быть их вставлять прикольно смотрится с золотыми штуками дерево торчит ну да не особо знаешь прикольно ну в общем как бы неизвестно что прикольно будет смотреться что нет когда я посмотрю как у вас это выглядит а у вас не видно ничего шпилькой приколотить и молотком приколотить вас не видно ну вообще они так как так как они блестят да и понятно что это именно зубочистка такая сложная выглядит в принципе так ну плюс-минус нормально так раз потом второй у нас идет вот отсюда-сюда тогда получается да вот отсюда-сюда давай попробуем шпильками тебе приколоть и с другой стороны на цепи стороны ты не держи мне это просто нравится что бусинка она дополнительно придает упор как будто бы ну так насчет красоты сложно сказать но в целом нам же нравится когда какие-то золотые штучки здесь есть вот и полностью ее поддерживаем по всему ходу движения видно в принципе да видно вот эти штуки будут делать да и вот третью хочется вот сюда прямо вниз вот так же то есть как-то все таки многовато мне кажется ножницы 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 и третью вот сюда вот так 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 на фотке конечно не знаю как будут смотреться нам кажется вот так вам кажется что может я дофрина тех палок старает померьте мне дохрена не бывает чем больше тем лучше Вот оно сейчас все на этом висит. Чем больше, тем лучше. Окей. Общая картина вот такая вырисовалась. Видно? Уже торт украшен. Дальше нужно соединить следующими элементами. У нас есть другой виноград, во-первых, крупные ветви. И у нас есть клубника и все остальное прочее. Здесь мы с вами вспоминаем тоже по декору. Я учу себя на курсах. Вы все это знаете. Что мы не делаем элементы все по одной. Смотрится обычно как винегрет, немножко как-то неряшливо. Мы стараемся элементы собирать кучками, да, компоновать их в микробукетики, в микрополянки такие. И здесь это тоже приемлемо, пока у нас виноград просто кучкуется. И вот когда мы дойдем до клубнички уже, мы клубничку тоже будем не по одной штуке запихивать, а по две, по три. Вот. Ну, по крайней мере, пока идея именно такая. Так, сейчас к себе опять поверну немножко, чтобы не было видно, как мы делаем. Кажется, это мне сейчас упадет. Давай еще одну, воткнув тебя. Вот. Так. Поехали. Хочется маленькую какую-то веточку вот сюда. Давай, дорогой. Сюда. Раз. Два. Три. Да, я понимаю, что ты вообще ни на что не упираешься. Ага. Еще сюда. Ага. Да. Блин, прощать-то мне страшно. Вот так вот. Видно? Заполнила. И сейчас сюда заполню еще. Все, ну, вращать надо, будешь фоткать потом еще. Ну, да. И сейчас сюда заполнить еще. Тоже поменьше берем. Она вот здесь начинается. У нас тогда получается... Раз, два, три, четыре, пять. Сюда идет шесть ягодки. Сюда идут ко мне все ягодки. Ага. Семь. Останется. Сюда поехали. Держались вообще лежать. Здесь видно, какая-то пустота у меня образовалась. Но я сюда тогда других ягодок сделаю. Угу. Волна, волна, волна уже есть. Да. И добавляем дальше букетики из других ягод. Начинаем по старшинству. Обычно добавляем сначала все самое большое, что у нас есть. Потом поменьше. И поменьше. У меня по старшинству получается дальше клубника. Клубнику, наверное, можно просто на зубочистке сажать. Обрезать или нет. Зеленую жопку решать вам самостоятельно. Я сейчас не буду заморачиваться. Понятно? Просто сейчас. Вообще хорошо бы отрезать. И вот мне маленький хвостик слишком у обычных зубочисток. Поэтому мы берем шпажки и ломаем шпажки. Ну вот. Маленький хвостик. То есть мало торчит слишком. Воткнули. Так. Сейчас воткнешься вообще куда-нибудь. Воткнули. И дальше, соответственно, смотрим, где должны быть кучки. Я бы вот сюда сделала островок из клубничек. Раз. Два. Ой. Протыкает. Не годится. Как нам сделать, чтобы не протыкало? Неизвестно как. Два. Понятно пока все, что делаю? Ну, идея вообще, конечно, бомбическая для лета. Пафосно. Быстро. Вы видите, да, что быстро? Вот у нас сколько там? Всего 4 часа прошло. Мы уже практически все сделали. Шучу. Ну вот. Дальше у меня, смотрите, тут какая штука образовалась. У меня есть хвосты, видите, от палочек. Вот они, хвосты. И в принципе на них можно еще. Вот я просто вот здесь прям хвосты, они есть. Я прям на них сейчас ягодку не напихаю. Вот. Вот у меня кусочек образовался из красных ягод, из клубнички. Вот здесь не буду вращать пока, тяжело. Ну вот. Да. Потом я вот сюда еще парочку засунула. Вот сюда прям парочку. Угу. Поменьше, наверное, каких-нибудь. Так вот сюда. Там тоже я их немножко наискосок делала. Видите? Так, 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 чтобы они как будто бейером расходились в разные стороны. Вот. Две ягодки получатся вот сюда. Еще бы я запихала, конечно. Вот эту, может, запихать. Только она классная. Она прям просится. Просится. Я знаю, что ты просишь за все. Идем вот сюда, да? И вот сюда уже будет, сюда. Так, не будешь держаться, да? Сюда. Сюда будешь держаться. Сюда будешь. Так, раз, два, три. Вот здесь нужно кучку еще сделать из ягодок. Вот здесь еще кучку из таких же ягодок нужно сделать. Делаем два, три и маленьких несколько. Как я смотрю? Ну, я смотрю, чтобы они были более-менее как бы рассосредоточены. Тоже вверху поменьше, внизу побольше. Так что низу как подразумевает, что там будет всегда чего-то побольше. Вот. Так, стой. М? Так, еще. Нравится вам? Прикольно получается? Тут не вообще смотрит? Да, он, кстати, на руку так много смотрит. Я думала, никому не будет интересно. Смотри-ка ты. Арбузный торт зашел, да? Ну, потому что необычное что-то. Мне кажется, поэтому. Мне кажется, вряд ли кто-то делать прям будет. Ну, смотрится интересно. Ну, вот. Раз, два, три. И хочется еще, наверное, маленькую конь вот такую вот сюда запихать. Ну, вот. Сюда, да? Большую-большую палку не сажаю. Потому что вообще непонятно, как она будет там держаться. Ну, или пусть она так. Мне, в принципе, уже нравится. Ну, вот. Видно? Прикольно смотрится. Прям прикольно. Вот. Что я бы еще сделала? Так, у меня есть еще, помните, что у меня есть еще инжир, во-первых. Сейчас мы посмотрим, какой он в разрезе. Он зависит от разреза, его красота. Вот. И он используется в основном только в разрезе. Ну, вот. Среди этих арбуза и салфеток порежем инжир. Ну, просто его пилят и смотрят, что там внутри. Что он бывает внутри прям очень красивый. А бывает, как у меня, ни о чем. Первые у меня три штуки. Сейчас посмотрим, есть там красивый внутри. А бывает прям такой, знаете, прям красота. Нет у меня второй ни о чем. Ну, походу, третий тоже такой же будет. Да, все три ни о чем у меня. А бывает, такие прям красивые разрезаешь. И тоже такими срезиками кверху делаешь. Не инжир. Да, и у нас остались еще с вами такие вот веточки. Маленькие. Зачем? Для ярких линий, чтобы все-таки какие-то маленькие яркие линии были. Самый прикол, что они так будут держаться, скорее всего. Приколитесь. Чуть-чуть. Раз. Длинные такие веточки. Просто среди ягод я их запутываю, и все. И по перевозке. Я, кстати, если бы делала это на заказ, я бы, конечно же, торт украшала прямо там. То есть я бы в таком виде его не рискнула перевозить вообще. Потому что, ну, очень опасно, что ты вообще еще не довезешь. То есть я бы подготовила, наверное, вот эти штуки арбузные по очереди, да. Взяла бы с собой вот так ягоды и там бы прямо украшала. Потому что сложно. Интересно смотрится? Интересно смотрится, правда. Круто. По большому счету практически все. Что я люблю еще делать? Навалить оставшиеся ягоды внизу. И я еще купила, думаю, вдруг нам пригодятся еще сладости какие-нибудь дополнительно. Для того, чтобы придать более праздничный вид нашему торту. Вот. В обертке плохо смотрится, а без обертки блестяшки. Понятно? То есть я, понятно, что мы их вообще не оставляем в торте. Мы только перед подачей их даем. Ой, втыкаем. Потому что они, эта карамель покупная, не заморачивалась я. Вот. Потому что они абсолютно точно поплывут. В целом влажно, на жаре влажно, везде влажно. Да, прикольно будет смотреться. Смотрите. Да? Раз. Чуть-чуть, понятно, то есть чуть-чуть сгладить туда ощущения. Сейчас покажу. Что у меня за думка какая у меня? Так, дорогой, ты не вешаешься вообще? Даже сон придется сейчас отвалится. Два. Три. Понятно, да, что я хочу? Как букетик такой сладости сделать. И чуть-чуть его поддержать. Ну, может, уже и не поддержит. Может, с этой стороны его поддержать. Вот сюда. Ну-ка, попробуем. Еще же у меня один должен быть треугольничек. Я три штуки покупала. Типа такой бантик у них еще сладкий. Наверх думала сделать. И что-то вот я сейчас смотрю наверх. И не ложится у меня там наверх ничего. Ну-ка, я есть захотела. Не знаю, вам и хочется есть, когда вы на такой... Вот сюда, может быть, еще прийти, да? Будет держаться такой, сподержишь. Вот так. И получается... Вот так можно быть слушаем, да? Почему нет? Ну, вот так. Ну что, дорогие мои друзья, на этом... Сейчас вот это вытащим все. На этом наш торт с вами закончим. Я сейчас положу к себе лицо и вам покажу, соответственно, с камеры, как он выглядит. Охрененный, легкий, быстрый. Вот мы уложили за 57 минут со всеми, со всеми обрезаниями и со всем таким прочим. Сейчас пакет уберу. Эти уберу. Я пофоткаю, конечно же, выставлю. Смотрите, какой он охрененный. Круть. Круть крутецкая прям. И на фотке вот это вот лишнее, да? Как будто бы... Я смотрю, сейчас думаю, вообще зачем я туда запихала. Ну, сейчас отпихаю. Пофоткаю еще и посмотрю. Может, реально вот сюда или вот сюда еще одну. Вот сюда еще одну. Может, сюда вот ее запихать. Круто, круто. Любые ягоды. И внизу навалить клубники. Сверху, если будет хвост, кстати, тоже будет прикольно. Если сверху будет хвост от этой штуки. Вот. Будет прикольно. Ну что, дорогие мои, с вами была Ольга Патракова. Надеюсь, что вы, конечно же, с одной стороны развлеклись, с другой стороны получили что-то полезное. По декору посмотрели, как я украшаю замечательный сладкий большой арбузный торт. Может быть, вы будете повторять, может быть, не будете повторять. Вот. Фотки выложу. Поздравляю. Сейчас хотят вас чем-нибудь поздравить замечательно. Просто я вас всех люблю. Хочу, чтобы все зарабатывали много денег. Помните, что у меня есть дохрена всяких разных курсов. Подписывайтесь на меня везде. Учитесь. Приглашайтесь. Всякие ссылки будут. Чаты кондитерские у меня есть. У меня и школа существует тысячу лет, а не тысячу пятнадцать. Вот. Всех вас люблю. С вами была Патракова. Най-най-най-най-най.